История этой, пожалуй, самой одной из известных казачьих песен восходит аж к XVIII веку. Изначально она посвящена битве между Оргой, Ордой Ногайских и Крымских Татархана Девлет-Гирея с донскими казаками полковников Платова и Ларионова на реке Калахах 3 апреля 1774 года. Разные источники называют число татар 20 или 16 тысяч, потому-то и упоминание 40 тысяч лошадей, поскольку татары брали с собой две заводных лошади. Полки Ларионов и Платова шли в авангарде обоза полковника Бухвостова, который вез припасы на пограничной линии Кубани. Узнав о приближении татар, казаки окопались, несколько атак они отбили, но силы были явно неравными. И всем казакам пришлось бы погибнуть неминуемо, но на свою нырочку подоспел казачий полк Уварова. Казаки Платова и Ларионова сели на коне удалясь со своей стороны. Татары стали отступать, налетели на гусарский полк Бухвостова, который их тоже атаковал. И в этой битве полегло много татар, много погибло крынцев и нагайцев. С этого боя началась слава Матвея Платова, тогда еще 23-летнего полковника, о будущем донского атамана, героя многих войн, в том числе и войны 1812 года. Казаки считают эту песню своей, потому что действительно, изначально она была истинно казачьей, поскольку первая строчка звучала, как на черный ерек выгнали татары, выгнали татары 40 тысяч лошадей. Ерек это, по слову Рюдали, это заброшенные руслы реки, один из рукавов. Со временем ерек преобразовался в терек, татары в казаков, и получилось, что в таком варианте, который сейчас звучит наиболее употребим, мы ее испоем. Получился потом эскадрон добавился, исконно французское слово уже совсем не русское. Но как бы она ни звучала сейчас, потом, вы помните фильм Александра Пархоменко, там эту песню тоже поют, и может благодаря фильму она стала такой популярной после войны. Много было военных перепевок ее. Но неважно, главное, что песня живет, и в будущем, надеюсь, мы все-таки сделаем вот тот первоначальный вариант, который тогда еще в 18 веке был написан. Сейчас она прозвучит вот так. А сейчас пойте вместе с нами так, как вы ее знаете. Или так, как вы думаете, что она должна быть. Как вы думаете, что знаете. Как нагорозный терек, На высоте берег, Выгнули казаки Сорок тысяч лошадей И покрылся берег И покрылся трели Сотня неполюбанных Постреленных людей Любовь, братцы, Любовь, Любовь, братцы, Жить С нашим атаманом Не приходится Тужить Любовь, братцы, Любовь, Любовь, братцы, Жить За нашим атаманом не приходится тужить. Атаман наш знает, кого выбираем, Эскадром по коням да забыть про меня. Им досталась вода, да казачья доля, А мне досталась пыльная, горючая земля. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, живи, За нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, живи, За нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, А первая пуля, А первая пуля В ногу ранила коня. А вторая пуля, А вторая пуля, А вторая пуля В сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, живи, За нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, живи, За нашим атаманом не приходится тужить. Женка покорюет, выйдет за другого За моего товарища, забудет про меня Жалко только волюшки, она в широком полюшке Жалко мать-старушку до пуланного коня Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить С нашим атаманом не приходится дужить Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить С нашим атаманом не приходится дужить Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, Жить, за нашим атаманом Не приходится тужить. Люба! Субтитры создавал DimaTorzok